библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу и удивь даже можем сказать заканчиваем эту книгу сегодня 14 глава давайте вспомним что было в предыдущих главах не буду пересказывать с самого начала просто вспомним иудивь пришла в станка лаферну лаферн пригласил ее на пир во время которого он напился до бесчисленного состояния иудивь воспользовавшись этим отсекла голову лаферна положил ее в мешок и пришла в тот город который вышел в город витилую собрался народ он смотрит на теченую голову прославляет иудивь но иудивь понимает что вот убийство его начальника это еще не полная победа и поэтому она начинает давать советы что что интересно она дает советы мужчинам и мужчины бесприкословно ее слушаются хорошо давайте читать читать небольшими отрывками и толковать иудивь сказала им то есть жителям витилуи послушайте же меня братья возьмите эту голову и повесьте на зубцах вашей стены когда же настанет утро и солнце зайдет над землей возьмите каждой боевой свое оружие идите всесильный за город и дайте им вождя как будто намереваетесь сойтись на равнину против передовой стражи снов ассура но не сходите тогда они взяли все свое оружие когда же взяв все свое оружие пойдут свой стан разбудит вождей войска сирийская и прибегут шатру и алаферна но не найдут его от того нападет на них страх они побегут от вас а вы же живущего всяком пределе азраильском преследуйте их поражать их на пути но прежде делайте прежде чем делать это пригласите ко мне ахиора аммонитянина пусть увидит узнает от меня кто уничтожил дом израиля и пос прислал его к нам будто на смерть ну давайте здесь разбираться значит иудив она не просто советы дает она дает военные советы то есть жители витилуи вообще евреи должны были собраться выйти как будто к битве но не нападать осилийцы должны собраться должны найти обезглавленного своего вождя и от этого испугаться значит вот этот образ гибель вождя и страх страх войска он встречается неоднократно в священном писании там можно вспомнить историю с давидом или стоит там с сары еще какие-то истории и вот здесь то же самое но перед тем как начать начинается битва нужно было позвать ахиора аммонитянина для чего для того чтобы хера аммонитянин засвидетельствовал что действительно вот эта голова алаферна чтобы ни у кого не было никаких сомнений кто такой херен аммонитянин давайте вспомним эту историю это там в начале книги когда алаферн шел и завоевывал земли то к нему присоединялись войска из этих вот земель и в том числе к нему там присоединились аммонитяне аммонитяне это такие дальние родственники евреев но они не почитали истинного бога у него были свои языческие боги и более того между евреями и аммонитянами была вражда и вот перед тем как начать захват израильской земли алаферн собирает такой совет приглашает вот этих своих союзников и спрашивает что это за народ и как его победить и вот этот ахиор аммонитянин он встает и рассказывает краткую историю евреев и предупреждает алаферна он говорит что евреи проигрывали только в одной ситуации когда они отступали от истинного бога сейчас евреи верны богу и поэтому воевать с ними бесполезно все закончится очень плохо эти слова очень понравились и алаферну и всем на этом совете и что решил алаферн как он лишь приказал поступить он сказал чтобы ахиора связали оттащили к воротами витилу и там бросили и соответственно жители витилу либо его убьют что будет таким позором либо они его уведут в город и когда этот город будет захвачен то аферн как бы и казнит ахиора вот поэтому ахиор оказался в городе мы не убили он рассказал что он там говорил алаферны он находится в этом городе в осажденном городе и вот ахиора приглашают почему-то этот человек точно вблизи видел алаферна может точно алаферна узнать и призвали хиора из дома узи когда он пришел и увидел алаферна в руке одного из мужей среди собраний народа упал на лицо своей слабил духом то есть слабил духом это просто очень сильно заволновался когда же подняли его он припал к ногам у дифи поклонился и сказал благословенно ты во всяком селении иуды и во всяком народе который услышал об имени твоем изумяться расскажи мне теперь что то дело в эти дни иуде среди народа рассказала ему все что она сделала с того дня как вышла до того дня которым говорила с ним ну понятно что он рассказывает не только ахиору но она рассказывает и всем окружающим они внимательно слушают когда она перестала говорить народ громко воскликнул радостный крик раздался в городе ахиор же виде все что делал бог израилю искренне веровал бога обрезал крайнюю пользу и приснился к дому израилю даже до сего дня давайте здесь разберемся вот с последним десятым стихом где ахиор присоединяется к народу народу боже мой значит давайте мы здесь все это разберемся о чем о чем здесь говорится значит можно ли было стать иудеем да можно для этого нужно было совершить мужчине определенный обряд этот обряд заключал в себе обрезание и вот сам процесс принятия иудаизма называется гиюр а человек принявший иудаизм называется гером после того как мужчина совершит обрезание и выздоровеет и потом совершит ритуальное моление он считается евреем иудеем причем вот так вот полностью он мог читать молитву в которой были слова бог отцов наших там или бог отца моего и так далее так далее и никто не имел права этого иудея новообращенного иудея вспоминать что он не на самом деле не родился еврейской мамы от еврейского папы более того если это происходило то это считалось грехом почему потому что первым гером то есть первым обращенным вудаизм был был авраам и соответственно если человек говорил а вот и там не еврей по крови это человек хулил про отца авраама поэтому иудеи можно было стать ну такое небольшое примечание а как насчет женщины женщины не совершали обрезание да не совершили обрезание они просто исповедовали веру естественно конечно и вот этот герл который принимал дэн тоже должен исповедовать веру они просто совершали ритуальное моление после это становились полностью иудейками вот и ахер это тоже делает но есть одна проблема ахиор это аммонитянин а вот саммитянами есть проблема с принятием иудаизма в пяти книжах есть ограничения на то чтобы вот эти язычники принимали удаизм однако здесь он принимает и никаких проблем в этом нету более того говорится о том что он присоединился дом узраве даже до сего дня скорее всего имеется ввиду не не то что он дожил до времени когда эта книга была написана хотя и так можно понять то что его потомки живут среди иудеев давайте читать дальше что происходит после того как иудеев посоветовала жителям витилуи приготовиться к битве когда настало утро повесили голого аферна на стену каждый муж взял свое оружие и вышли отрядами на вас всходы горы сыны ассур увидев их послали к своему ночи начальникам они пошли к вождям тысяч начальникам и всякому предводительству придя к шатру аферна они сказали управляющим всем именем у разбуди нашего господина потому что эти рабы осмелись выйти на сражение с нами чтобы быть совершенно истребленными ну значит что здесь интересно ну наверное только то что говорится евреи называются рабами ну скорее всего сирийцы тем самым хотят унизить евреев и показать что они на самом деле не рабы то есть они вроде еще пока свободно но на самом деле они уже рабы кто сих участь уже решена вагой же вагой это евнух евнух алаферна вагой вошел и постучался дверь шатра ибо думал что он спит с иудеющим когда же никто не отзывался ему то он отварив вошел в спальню нашел что аферн мертый лежит порог и головы сняты с него и он громко воскликнул с плачем стонным крепким воплем и разорвал свою одежду ну почему он валяется у порога туда его сбросила и удивить ну знаете как бы показать то что вот это полная победа не просто отрубили голову нет выше так унизили бросили поэтому громкий плач вопли и раздирание одежды раздирание одежды на востоке считался знаком великой скорби потом вошел шатер как в котором прибывал прибывала диффе нашли и и тогда он выскочил народу закричал рабы поступили вероятно одна еврейская жена опозорил дом царя навыгда носора ибо вот алафер на полу и головы нет на нем ну лагой достаточно быстро догадался кто убил алаферна здесь как какой позор одно дело если бы алаферн пал во время битвы там с оружием в руках среди там побежденный какими-то великими воинами или там не запал с колесницей потому что был ранен ну то есть победа была непозорная а здесь его убила женщина убила пьяного убила в шатре его тело бросили так вот с унижением и понятно что ну для сирийцев это неприятно когда услышали эти слова начальники войска сирийского это разорвали одежды своей душа их сильно смутилась и раздался не крик весьма великого претестана почему они кричат почему они плачут не потому что алаферна погибну алаферн воин он мог погибнуть а потому что его убили именно таким образом и поэтому они в смущении что если их военачальник убила женщина то что будет же с ними что будет с ними об этом же в 15 главе а мы с вами дочитали 14 главу спасибо за внимание меня зовут дмитрий дочит обыкин мы были с вами на библейском портале взгляд до встречи и